Экологи 47-й школы ежегодно создают больше 70 проектов и в городе, и в области. Организации уже больше 20 лет, и она носит гордое название «Хозяин Мещоры». 14 классов, по два в параллели, занимаются как эко-проектами, так и эко-просвещением. И сегодня на Молодежном экологическом форуме их отметили достойной наградой. Я считаю, что эта работа самая главная, чтобы наши дети, чтобы их поведение на природе было достойным. Я считаю, что ребята, или вообще человек, он должен действовать так же, как доктор со своим больным, когда он выписывает ему лекарства, лишь бы не навредить. Поэтому и дети, и взрослые, и все мы должны понимать, что все наши действия должны соответствовать этому принципу, не навредить. Вот тогда у нас будет и чистый лес, и чистый берег. Все участники Молодежного форума, либо представители экологических отрядов, либо общественных организаций, а также бизнеса, Рязанской администрации, учащиеся и педагоги. Идея создания такой площадки появилась не случайно. На встрече главы администрации Елены Сорокиной с учеными-экологами впервые прозвучала мысль, что ставить задачи бессмысленно, если во все это не вовлечена молодежь. Теперь все как надо. Сегодня вы, дорогие друзья, я сейчас обращаюсь к молодежной аудитории, показали, что вы вполне можете взять инициативу в свои руки. У вас по-настоящему творческие эффективные проекты, и их реализация позволит улучшить обстановку в нашем городе. Основными на площадке были вопросы формирования экологической ответственности. Молодые эксперты представили практики внедрения зеленого подхода в своей среде, говорили об экологическом стандарте Рязани. В библиотеке имени Горького на протяжении всего форума будут работать образовательные и практические экоплощадки. С 24 по 28 октября пройдет «Зеленая неделя». Это мероприятие экологической направленности, которое пройдет в самих образовательных учреждениях города.